И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре одно очень интересное вооружение, а именно EVIDA с устройством Vampirism и Corpus Viking, это одно из интересных вооружений, которое я, честно говоря, еще не тестировал, я не знаю, насколько жестко оно работает и насколько оно будет эффективно в плане нашего матчмейкинга, но очень часто в последнее время я начал встречать эту комбинацию, в том числе и в DMG Гернауте, большое количество игроков мне встречалось на этой комбинации, ну и плюс у нас давным-давно не было обзора полноценного на Изиду с Vampirism, а это то самое устройство, которое уже на протяжении довольно длительного периода времени находится в очень и очень хорошей мете и показывает достойные результаты в нашем матчмейкинге, но до сих пор это устройство использует довольно маленькое количество игроков в нашей игре, да и вообще в целом на Изиде у нас, ну я бы не сказал, что много играют в последнее время, хотя устройство очень и очень жесткое, поэтому попытаемся реализовать сегодня эту комбинацию с дроном Ловкач, если скорость прям сильно жестко мне не нужна будет, то возможно я переоденусь на Гипериона, но в целом, наверное, на таком вооружении скорость должна решать, должна решать многое, поэтому я думаю, что Ловкач в этом плане нам пригодится, по бою мы пикаем, конечно же, быстрый, что нам дропнет на том, мы и сыграем, конечно, хотелось бы, чтобы это была какая-то небольшая карта, ну а так в целом, я думаю, что это вооружение можно реализовать в любом режиме, за исключением Джиггернаута, вот в Джиггернауте, я думаю, что Викинг и Изидой в упорчике будет тяжеловат, а в любом другом режиме, по идее, эта комбинация должна показывать прибыль, ну и тем более, вот на такой карте, как Песочница Remaster, так, запикиваемся мы в полностью новую катку, вижу сразу большое количество разных устройств у противника, и это противные устройства, довольно-таки, так, сводочку, главное, чтобы по мне он не залепил, хорошо, быстро нарезка его, отправляем, сейчас посмотрим, что нам лучше взять здесь в этой катке по иммунитету, ну и тогда уже наваливать здесь контентику, так, у нас против есть Смака Эмми, Гаусс Эмми, Страйкер Оглушение, Рикошет Гелиус, давайте чуть-чуть, короче, если что, даже пострадаем, да, если вдруг даже такое будет, а потом уже переоденемся, и возьмем, если что-то надо, будет другое, так, у нас доставочка, походу, первая, очень быстрая, залетает, ах, труп, офигеть, чуть из-за трупа не обломала мне все это дело, Так, пока что не меняем рез, хотя от Гаусса и Страйкера я уже мог бы его взять, плюс иммуночку от Эмми здесь бы выглядела бы она супер-супер сочно, но пока что давайте менять не будем, Страйкер с оглушением это, конечно, просто зверь, это просто ужас, что он творит, но надеюсь, что супер жесткого меня здесь нагибать не будет, Я не вижу этого Гаусса, который там есть с Эмми у противника, и похоже на то, что мы сейчас эту катку вообще очень быстро задосрочим, пока что у меня все великолепно, 80% овердрайва уже есть, единственное, что мне нужно, так, вот это Гаусс Эмми, или не Гаусс Эмми, не знаю, ладно, газуем, убегаем, противник поливал, а, ну, значит, это быстрая досрочка, И тогда мы вместе с вами сейчас еще одну каточку красивую скатаем, так, овердрайв, я думаю, что вот в таком тайминге можно уже прожимать, дальность у Эзиды под овердрайвом супер большая, и когда вы даже находитесь на такой большой дистанции, у вас там ХП улетает, за счет как раз-таки вампиризма вы можете вылечиться под овером, и спокойно ситуацию решить в вашу пользу, единственное, И это, конечно, главное, чтобы против не было такого страйкера с оглушением, который вас может просто законтрить, и вы не сможете ничего сделать, но так, ловкач, быстрая скорость, для CTF, для регби, я думаю, что это очень хороший вариантик, который будет окупаться, и в этой катке мы за 3 минуты уже сейчас будем лететь, ставить, нет, не будем лететь, хотел сказать, что будем лететь, ставить уже 6-й флаг, но меня благополучно здесь сливают, значит, 6-го пока что не будет, но я думаю, что он сейчас все равно прибудет к нам, за меня довольно сильная группа, которая, я думаю, что здесь должна очень легко и просто закрывать противника, противник у нас, по сути, уже даже весь обновился, перезашел, доставка 6-го флага есть, и 7-й уже увозится, 14 киллов на Изиде, в рамках такого боя, при том, что я мог уже прожимать второй овердрайв спустя 3,5 минуты, это было бы очень-очень круто, ну и фонды у нас сегодня уже закончились, но я бы, наверное, четверочку, да, где-то около четверочки за такую бы катку получил, за 4 минуты четверочка, то есть тысячи кристаллов в минуту, я считаю, что это очень хороший результат, скатаем еще, конечно же, одну катку, потому что, ну, 4-х минутный бой, это супер-супер быстро, надеюсь тоже на такую же небольшую карту, чтобы наша Викинга Изида была, ну, просто бомбически реализована, но может и дропнуть, да, может дропнуть и что-то вот такое вот не совсем приятное, резистов от Изиды в бою нету, поэтому в теории шансы у нас сохраняются на то, чтобы сейчас нашу комбинацию здесь реализовать, конечно же, будем стараться увозить именно флаги, акцентировать внимание именно на этом компоненте, ну и флаг у нас появится в 14.00, поэтому до 14.00 либо мне надо здесь пожить, у них на респе, либо мне надо слиться и еще раз приехать, так, дроповая ДАшка падает, но ее, конечно, не заберут, скорее всего, но меня здесь сливают, все, флаг должен сейчас появляться, у нас, кстати, вон еще одна Изида с Мамперизмом, я говорил, ой, еще Изида, я говорил, что Изид мало играет у нас в матчмейкинге, но в любом случае от Изиды резистов сейчас очень-очень мало, а пушка себя показывает суперкруто, особенно вот в такой комбинации с Викингом, мне кажется, что она может дать очень хороший контентик, так, залетаем в увоз, пытаемся хилиться, чтобы ехать, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну зачем мешать, зачем мешать, ну дружанечка, ну я получил дополнительные где-то 300-400 урона, просто из-за того, что тип меня заблочил, наш упал в минус, в яму, и возврат там будет, не будет возврата, не знаю, что там происходит, блин, ну не хочу так падать, потому что все очень может плачевно закончиться, возвратик залетает, да, хорошо, что я не прыгнул, если бы я прыгнул, то я потерял бы время, которое было супер драгоценное, ай-яй-яй-яй-яй, опять наверх увез, и опять страховочки, к сожалению, в этом тайминге не было, так, две минутки у нас уже прошло, пока что для нового флага не удалось увезти у противника, но я думаю, что это дело времени, сейчас у меня уже 60% овердрайва имеется, чуть-чуть еще попытаться подергать, и уже я думаю, что пойдет, пойдет она, пойдет, пойдет эта каточка, пойдет, чувствую, что пойдет, так, есть уже увозик, хорошо, вот так вот, быстренько, сейчас еще как раз будет сотик у меня по овердрайву, и можно будет на еще один заход уже с овердрайвом зайти, так, комбинация прям супер интересная, я хоть и последнее время, как уже говорю, на изиде не катаю, но вот когда такую комбину берешь, прям, ну не знаю, прям так кайфово, прям кайфово, еще и когда я понимаю, что можно очень грамотно реализовать эту оверку, да, казалось бы, ну, викинга и зида, да, что ты там можешь реализовать, что ты можешь сделать с этой оверкой, но вот сейчас попробуем залететь в тайминг, если вот тут будет противник, а, там хантер с оверкой, надо его разрядить, разрядить его оверку, да, но не разряжается, плохо. Если сейчас этого хантера не будет, то можно будет прожать хороший овердрайв, просто из туннеля вожму овер, и на домашке должен себя выхиливать спокойно, спокойно под овером должен себя выхиливать, выдержать чуть-чуть паузу, и потом уже можно увозить флажочек, так, давайте, может, даже с фланга зайдем вот так, овердрайв вжимаю, пошел контентик, весь прикол, что это просто самохил, на котором, ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, ой, хорошо, нет, нехорошо, к сожалению, я не успел прожать. На таком самохиле вы можете просто тайминг, самый жёсткий тайминг пережить, вот вы переживаете самый жёсткий тайминг, когда по вам накидывается урон, при этом вы на протяжении всего этого времени наносите большое количество урона по противнику, и за счёт того, что вы выживаете и наносите урон, конечно же, у вас появляется дополнительная опция с увозом как раз-таки флага. Так, миночки, конечно, неприятные туда ставят. Справа, по идее, можно объезжать. Справа можно объезжать, овердрайв падает. Ой-ё-ё-ё-ё, сделал фантомом проехать. Овердрайв падает снизу, мне было бы неплохо его, конечно, забрать, но, походу, это минус, нет? Нет, не минус, нормально. Так, овердрайв забираем, и теперь заходим через туннельчик. Что у нас тут? Над туннелем кто-то стоит. Стоит один магнум сбоку. Пробуем его сразу набр... забрать. Собрать, набрить, забрать, 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 забрать. Блин, ну, долго, очень долго я его уничтожал. Большое количество здоровья пришлось потерять. Ну, и единственный вариант остаётся с грамотным заходом, это только через правую зону. Остальные зоны особо не актуальны получаются, исходя из того, что я попробовал. Потом пробуем залетать опять через право. И пытаться уже что-то здесь навязывать. Так, магнум накидывает неплохую тычку. Давайте, вжимаем овердрайв, пробуем. Пробуем что-то сделать. Викинг овердрайв на обратку включает. Аптечки у меня нету. Ой, нулевой урон. Хавать, 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 хавать. Блин, 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 хп, 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 хп. Вылечить, вылечить, вылечить. Ай, чуть не успел вылечить. Но викинг, видите, тоже решил в обратку включить. Так, значит, у нас что там? Молот я видел, да? У нас молот. Магнум. Молот, магнум. Ну, давайте молот, магнум, гром поставлю. Могнут, магнум. Гром. Вот такой резист мы возьмем. Флаг у нас пока что, ребята, дефят. Да и вообще, в принципе, сейчас в последнее время в CTF очень хорошо ребятки отыгрывают от базы, от дефщика. Поэтому в этом плане вообще проблем никаких нету. Кайфово играть в таких режимах и атаковать. Понимая, что у тебя флаг никто не увезет. Блин, там Скорпион появился какой-то. Я Скорпиона рельс снял. Ладно, Изида пытается увозить. Страховочку делаем ей, конечно же. Так, блокшотик. Урончик не залетел. Этого... Блин, не успел слить. Магнума плохо. Нет, нормально. Изида там страхует. Доставочка вторая будет. 50% овердрайва у меня уже есть. Неплохо, неплохо. Пока что все очень неплохо у нас складывается в рамках этого боя. По идее, даже в теории сохраняем шансы на досрочку. И если ее сделаем, будет вообще великолепно. Так, пробуем сейчас вот так вот быстренько залететь. А тут у нас Дикафриз появляется на базе. Неприятный. Ладно. Чуть-чуть откатиком сыграем. Чуть-чуть откатиком. Так, миночку. Хорошо. Ну, давайте аптечку прожмем. Попробуем забрить. Нет, не удастся мне его слеть. Что там за устройство? Адреналин, да? Дикафриза. Адреналин, ладно. Это еще такая терпимая тема. Не так жестко. Так, пытаются еще один флаг увозить наш тиммейт. Страховочку пытаемся сделать ему. Аптечку выжимает. Страховочка есть. Доставка будет. Хорош. Молодой человек на Викинга и Зиде играет так же самое с вампиризмом. Вот вам рабочая метка, которая работает. А это просто работает. Так, Хантер Овердрайв вжимает. Ну, ладно. Хорошо. Хорошо. Неплохо. Очень неплохо, когда вжимается Овердрайв именно в таком тайминге. Когда у меня не было шанса нового за флага. Овер уже, можно сказать, потерян. И теперь у нас будет уже возможность заходика. Так, а вот теперь вот эта бомбочка уже не совсем приятная вещь. Приходится прожимать аптечку довольно раннюю. Но шансы... Ой-ой-ой, сколько мин. Сколько мин. Сколько мин здесь. Ну, я думаю, что в туннеле можно прожать Овердрайв. Можно прожать Овер и, правда, пытаться выжить. Я, конечно, попробую сейчас это сделать. Не знаю, получится у меня выжить по итогу. Если я в туннеле возьму эту Оверку или нет. Но хотелось бы. Хотелось бы верить, что это получится сделать так. Но Изида, конечно, очень-очень много урона наносит. Прям безумно много. Ещё за счёт этого самохила. Даёт возможность прям выживать в тех ситуациях, где, казалось бы, уже... Ну всё, шансов нет. Просто, кажется, шансов нема. А ты ещё дополнительно наносишь урочек. Ещё выхиливаешься. Я вообще мог Овердрайв сжать? Мог Овердрайв сжать, ещё и выхилиться успеть. Но я решил не рисковать. Очень большое количество противников кучкуется сейчас на одном месте. Ну и, по идее... Наверное, надо прожимать Овердрайв. Я так думаю, что надо прожимать Овердрайв. Надо прожимать Овердрайв. Расстояние у меня под Овердрайв супер большое. Поэтому, единственное, вот труп, конечно, да, мне тут заруинил чутка ситуацию. Но, в целом, даже вот в такой ситуации ты можешь прожать Овердрайв и набрить как минимум 3-4 танка в лёгкую. У тебя очень хорошее расстояние. Противник становится в деф, проигрывая катку 3-0. 3-0, они начинают стоять в дефе. То есть, они потеряли 3 флага. И теперь они всей командой, вот вы видите, да, то есть, от Харька видно. Овер. Ой, Овер, говорю. Вы видите, где противник стоит, и они все стоят на базе. Просто все. Вот вы летите 3-0. Вы уже не выиграете, скорее всего, эту катку, если вы будете стоять на своей базе. Да, то есть, ну для чего вы дефаете? Для чего? Просто зачем? Зачем вы дефите эту базу? Что вы сможете здесь сделать, если вы будете стоять вот так вот в дефе? Найс, они просто Овердрайвы жмут. У меня фулл кулдаун расходки, и они выжимают эти Овердрайвы. Ну ладно, неплохо, пойдет, 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 ничего страшного. Вот зона, кстати, с правого захода, она очень хорошая. Очень хорошая. Ой, дабл миночка. Блин, тут мин, конечно, налепили. Налепили этих мин, дай бог каждому. Так, пробуем сейчас. Нормально. Наши ребяточки разобрали. Так, ну и давайте заходим опять здесь же с фланга. Главное, чтобы я в минус не упал. Хорошо, Магнум промахивается. Ну, чуть урончика накинул. Совсем чуть-чуть, совсем легонечко залетело. Шар летит от нашего тиммейта, но он летит в стенку. Не актуальный. Ну, и я пробую залетать. И еще разочек через право. Харючек под меня падает. Отлично. Можно его забирать благополучно. Так, Викинг начинает играть в Аткатик. Так, у Хоппера есть Оверка. Соответственно, мы его быстро сливаем. Так, ну и очень много деферов. Безумно большое количество деферов. На ближней буйной пушке, когда столько танков стоит в дефе. Ну, тяжело. Ну, откровенно говоря, тяжело. То есть, у меня был бы какой-нибудь Гаусс там. Я бы просто через этот Централик залетел бы. И когда бы эти сводочки подряд бы так, бым-бым, накидал бы туда. Ну, а так у меня такой возможности, к сожалению, нет. У меня просто изильчика, которая может аккуратненько замахилить себя. Можно чуть-чуть пожить там. Чуть-чуть покидать там. Так, отлично. Давайте, может быть, мы отсюда зайдем. Не знаю. Не знаю. Тут очень мало шансов каких-то. Без Овердрайва особенно. Так, сейчас будет кроссоверка у меня. Ну, и вроде как тиммейты начинают наши там накидочку делать красивую. Попытка увоза от Магнума. Плюс страховочка от Изиды. Залетает прям неплохая. И есть контактик, есть подборчик. Подборчик, подборчик, братанчик. Ну, куда же ты лезешь, братанчик? Ладно, все, он увозит. Доставка должна быть. Мог бы я, конечно, флажочек такой вкусный подвести, если честно. Так, ну вот единственное, я уже понял свою ошибку, когда я уже мал Овердрайв и там тип оказался здесь вот передо мной. Так, Изида, Изида, проезжай, давай, братанчик. Пробуй, 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 пробуй. Нет, у меня, к сожалению, не получилось. Хорошо, я не нажал в этом тайминге Оверку, потому что там бы в этом смысла не было бы никакого абсолютно. Противник стоит все так же. Пытается что-то тут дефить, я не знаю, что они тут собрались дефить, когда они летят. 4-0, ладно, влетаю. Надвиж Париж. Влетаю раз, влетаю два. Ай-яй-яй-яй, есть разворот, а бы еще бы кого-то забрать, блин, как викинг. Этот вот А, Б, Ц, 3-2-1 прижался, неприятно. По идее, я должен был его сначала сливать, потом уже переключаться на других. Но даже с такими заходами, даже с такими заходами, я вкидываю дополнительно по 3-4 кила с Оверки, которая копится довольно-таки быстро. Я считаю, что это неплохой результат. Потому что бывает на викинге, вот ты долго держишь эту Оверку, держишь, 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 а по итогу ты потом килов не делаешь. Да, здесь я стараюсь как можно быстрее, во-первых, ее прожать, во-вторых, еще дополнительно килы нормальные залетают. То есть, ну, вообще супер. Просто супер. Так, аптечка у меня есть. Отлично, пробуем сливать раз, пробуем сливать, пробуем сливать. Блин, у меня расходка вся на КД ушла. Вот вам минусы игры на ловкаче. Так, 900 очков у нас уже, 49 килов, полтора минуты еще до конца остается. То есть, в теории, я еще одну Оверку могу успеть накопить, реализовать. Если мы ее реализуем, то будет супер. Так, Харючек пытается залететь, но, конечно же, мы его сливаем, чтобы у нас был дополнительный кильчик и процент Овердрайва. Магнум выжимает Оверку, но он ничего абсолютно с ней сделать не может, потому что угол на низ он опустить не может. А даже если бы он бы его опускал, то, скорее всего, бы улетал бы на рейс. Но еще иной раз залетаем по той же самой траектории к противнику на базу. Викинг сжимает Овердрайв меня. Хантер также сжимает Овердрайв меня. Остается 50 секунд до конца и 70% Овердрайва. Накопить сейчас Овер крайне-крайне сложно будет, потому что процента много надо. Для того, чтобы сейчас плюсануть 30-ку, это надо лить как минимум 3-4 танка и заходить еще в тайминг. А этого сделать крайне-крайне сложно будет. Но пробуем. Пробуем. 80% еще есть время. В теории время мы имеем. На Овердрайв еще один. Так, еще плюски. Решил я по респам поехать, чтобы как-то точно накопить эту Оверку. Накопить-то я ее накопил, а толку-то от того, что я ее накопил, потому что на респ-то я улетел. Но вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все равно Оверочку мы забирали. Мы с реализацией контентовой, но времени нам чуточку не хватило. Но в целом, тыщенка, тыщенка на просторчике, 56 килов на вот такой комбинации. Я считаю, что Изида с вампиризмом это, ну, 100% лучшее, во-первых, устройство на Изиду, да. Во-вторых, это та комбина, которая в захвате флага и в регби, даже с викингом, даже с паладином, да. То есть, без разницы, с чем вы используете. Но с викингом мне сейчас нравится она как-то больше, она интереснее смотрится, да. То есть, за счет того, что вы с овердрайва можете дополнительный самохил устроить и выиграть тайминг. Хотя, овердрайв паладина тоже очень и очень выгодный. Поэтому тут уже все зависит от того, как вы хотите реализовать свое вооружение. Мне просто паладин в последнее время уже надоел. А вот с викингом, какую комбинацию посмотреть было интересно. Поэтому берите себе на заметку с ловкачом. Эта комбинация очень хорошо работает. Пишите вы, что думаете по поводу изи-иды с вампиризмом. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Но и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике мой личный так, этот актимп, устанавливайте его. Поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok